МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа новостей на телеканале Обгинск ТВ. Поговорим о событиях города и региона в студии Георгии Розова. Дарья Человекова. Вот о чем расскажем сегодня. Дефицита продовольственных товаров в Калужской области не наблюдается, сообщает правительство. В Обнинске обсудили социально-экономическое развитие региона до 2040 года. Не последний визит. Председатель Комитета Госдумы по науке посетил Кванториум. Скоро начнется пожароопасный период. В Обнинске проверили готовность спецтехники. 4 марта министр конкурентной политики нашего региона Николай Владимиров провел заседание штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на продовольственные товары. Состоялось и заседание рабочей группы по недопущению необоснованного повышения стоимости продуктов. Было отмечено, что дефицита продовольственных товаров не наблюдается. Согласно статистике, от 21 числа в Калуге цены на курицу, вареную колбасу, мясные и овощные консервы, маргарин, соль, пшеничные, хлебобулочные изделия, гречку и бананы минимальны в сравнении с соседними областными центрами. На сосиски, сардельки, питьевое пастеризованное молоко, сыры, репчатый лук и свежие огурцы максимальны. В сообщении на сайте говорится, за прошлую неделю по области подорожали отдельные бокалейные товары – молоко, яйца, свежие помидоры и капуста. Максимально выросла цена вермишели на 4,2%. С 22 февраля по 2 марта на бензин оптовые цены увеличились на 0,35%. На дизельное топливо – на 0,86%. Розничные цены на бензин существенно не изменились, а дизельное топливо подорожало на 0,4%. В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов Центрального федерального округа Калужская область 25 февраля занимала 4 место по бензину автомобильному и 1 место по дизельному топливу, сообщается на сайте правительства. В минувшую среду в Обгинском технопарке состоялся круглый стол с представителями бизнес-сообщества научных и образовательных организаций города Обгинска, который проводится в рамках разработки стратегии социально-экономического развития Калужской области до 2040 года. Разработка стартовала еще в 2021-м. Чем это обусловлено? Необходимо учитывать актуальные стратегические цели и задачи национального уровня. Долгосрочные планы социально-экономического развития Калужской области в соответствии с приоритетами. Конечно, сейчас нам предстоит выполнить не меньшую аналитику и, соответственно, не меньший объем провести. Мы разрабатываем стратегии развития регионов не в первый раз в кризисных условиях, но, конечно, каждая ситуация имеет свою специфику, и мы должны ее учитывать. Мы бы хотели построить разработку как способ вовлечения разных социальных групп, влияющих и участвующих непосредственно в развитии региона. Это и бизнес, и научно-образовательный сектор, и общественные организации. Нужно выстроить определенный диалог с федеральными органами власти. Подчеркивает Дмитрий Санатов. Дорогие друзья, я хочу сказать, что мне кажется, это очень важно, что время очень простое, а мы с вами о будущем. И этим отличается Обнинск, о том, что что бы ни происходило, что бы ни случалось, мы всегда думаем, а что будет через 20, через 30, 50, у кого-то горизонта, еще больше. Поэтому сегодня нам очень важно сказать о том, как мы себя видим в стратегии развития Калужской области. Потому что Владислав Валерьевич ставит действительно очень большой горизонт планирования, ставит очень амбициозные цели. Тем более, что Калужская область – это лидер, а когда ты лидер, сохранять свои позиции очень-очень непросто. Глава администрации Наукограда представила участникам круглого стола небольшую презентацию о планах развития Обнинска, которая была создана на одной из площадок проектно-образовательного интенсива «Архипелаг-2121» в Великом Новгороде. Мы говорим о том, что сегодня у нас есть, несмотря на нашу небольшую историю, три этапа в развитии города. Есть город исторический, его часть, которая возникла, когда была лаборатория В. Это наш старый город, который мы хотим поддерживать, восстанавливать и, соответственно, развивать в той концепции, которая была ему определена 65 лет назад. Есть город советского периода, это большая часть города за стройки 70-х, 80-х годов. Ну и, конечно, новые постройки, новая среда и вообще новый вызов города удобного, комфортного для жизни. Каким же сегодня хотят видеть первый Наукоград России? Научным центром или спальным районом для работников промышленных предприятий, расположенных рядом? Чего не хватает – квалифицированных кадров или площадок для развития малого и среднего бизнеса? Именно это и обсуждалось участниками круглого стола. Каждый желающий смог высказать свое мнение насчет дальнейшего развития Обнинска. Хочу застретить одну очень важную тему, которую мы в городе тоже обсуждали несколько лет назад. Можно сделать замечательный, уютный, хороший город, строить много красивого жилья. Вопрос – кто в этом жилье жители Обнинска? И мы в свое время обсуждали, что для Обнинска есть серьезная одна из версий, что это спальный район промышленной зоны Ворсина. Геннадий Скляр отмечает, что для Калужского региона это неплохая идея. Однако для Обнинска история непростая. Мы нашли одно из решений. Собственно, мы и создавали и НТЦ, как плацдарм, который будет определять, а чем занимаются люди, которые живут в Обнинске, рассказывает депутат Госдумы. Что делать по стратегии, каким образом менять эту ситуацию? Мы ее пытаемся поменять коллективно, совместно с нашими учебными заведениями, с учебными заведениями от Росатума. Мы демонстрируем прелести, достоинство нашего города. И, собственно, ко мне люди приезжают. Я немножко жалуюсь, конечно, но по сути не все так плохо. Мы хоть как-то, но пытаемся из этой ситуации вырулить. Но в дальнейшем надо поработать больше оставлять сотрудников, не сотрудников, а будущих сотрудников, извините. Оставлять людей у себя в городе через, собственно, работу с университетом, с МЕФИ, с другими учебными заведениями города. У нас должно быть больше ученых и людей, работающих и занятых в научно-производственном комплексе. Сейчас, по понятным причинам, вполне естественным, очень много людей в городе никак не связано ни с наукой, ни с образованием, ни с технологиями. Это не плохо, не хорошо, так оно сложилось. Я сейчас даже опущу как бы миграционный вопрос. Но, возможно, даже с точки зрения развития реграда строительства, какие-то районы научные имеют смысл создавать. На очередном этапе сегодня идет работа по обсуждению и оценке текущего уровня возможностей и перспектив долгосрочного социально-экономического развития муниципалитетов Калужской области. Кристина Забожко, Евгений Соколов, Обнинск ТВ 2 марта председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по науке и высшему образованию Сергей Кабышев с рабочим визитом посетил Первый Наукоград. В рамках мероприятия он побывал в Обнинском Кванториуме. Подробности в следующем сюжете. Калужская область в 2019 году принимала участие в конкурсе на создание детского технопарка Кванториум. Конкурс проходил в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка». В качестве площадки для размещения выбрали Обнинский центр развития творчества детей и юношества. Уже сегодня после успешной реализации проекта на площадках, оснащенных высокотехнологичным оборудованием, ребята учатся по принципу «от теории к практике». Организовано семь различных направлений, которые называются «квантумы». Сергею Кабышеву показали обновленное здание с просторными помещениями, оснащенными современным оборудованием для дополнительных занятий детей разных возрастов. На нашей базе проводятся различные региональные мероприятия, соревнования. Например, мы являемся региональным представителем Мировой Олимпиады роботов и ежегодно занимаем призовые места, по крайней мере на российском этапе. На мировом, к сожалению, пока еще не добились призовых, но до него, по крайней мере, доходили. В этом году мы стали представителем Всероссийской Олимпиады «Робофест» и «Фест Лего Лиг». По большому счету, все основные Всероссийские Олимпиады, региональный уровень проходит у нас. Свои выступления на Олимпиадах и других соревнованиях по робототехнике дети готовят сразу на двух языках – русском и английском. Стоит отметить, что гостя впечатлило разнообразие обучающих программ – привлечение ученых для занятий с детьми, интерактивный музей. Нам очень понравилось, действительно, очень важно с самого раннего возраста сформировать у детей атмосферу дружелюбия, в которой бы они себя чувствовали востребованными и видели перспективы своей будущей работы. Поэтому то, что мы увидели, на нас произвело большое впечатление. С любовью вы относитесь к подрастающему нашему поколению, и я думаю, что за этим будущее спасибо большое. По данным исследователей, для того, чтобы привлечь ребенка в естественную научную дисциплину, нужно начинать эту работу в 7-8 лет. И замечательно, что в Кванторе созданы условия для того, чтобы самые маленькие посетители могли погрузиться в естественной научной дисциплины, а мы понимаем, что наше будущее – это инженерные, технические специальности. И то, что здесь созданы условия для того, чтобы ребята бесплатно, это очень важно, занимались инженерным делом, техническими специальностями, IT-специальностями, в таких современных хороших условиях это очень важно. Это замечательно, что Обнинс делает для своих маленьких жителей, для школьников такую площадку. «Мы приехали к вам первый раз, но это не значит, что мы больше никогда не приедем. Я надеюсь, что мы с вами вместе будем еще очень долго работать, поскольку от науки и образования зависит наше будущее. Мы призваны помогать вам», – отметил председатель Комитета Государственной Думы страны по науке и высшему образованию. Кристина Забожко, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ Снег скоро сойдет и наступит пожароопасный период. В связи с его приближением сотрудники МЧС на базе части номер 60 в четверг провели смотр техники. Причем не только пожарной, но и других экстренных и специальных служб города Обнинска. Подробности далее. Помимо спасателей и пожарных, участие приняли бригады скорой помощи, горэлектросетей, водоканала, аварийный и газовый служб. Представлена была техника муниципального предприятия «Коммунальное хозяйство». Начальник третьего пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы Иван Тьяченко ознакомился с оснащением каждой из машин, расспросил, сколько бригад у той или иной службы дежурит ежедневно, как быстро они должны прибыть на вызов, сколько человек в команде. У нас поступают заявки, которые в диспетчерскую, как вот аварийка, скажем, по утечке газа. То есть это мгновенно, у нас есть дежурная машина, которая работает круглосуточно и круглогодично. То есть смена персонал, сразу же диспетчер передает им заявочку, и они буквально в течение одной минуты собираются и уезжают по адресу. К наличию есть все у нас, и помпы, и бензопилы, дежурные, выходные дни машина дежурная есть, полностью укомплектованная в семь, генератор, сварка, бензопила, болгарка, все вещи у нас как бы присутствуют. Здесь также огнетушители, механизированные аварийно-спасательные инструменты, бензопила, веревки спасательные, также рукава и пожарная колонка для забора воды с пожарных гидрантов, которые находятся в городе. В кабине здесь находятся дыхательные аппараты, маски. С помощью них можно дышать непосредственно в непригодном дыхании среде. Готовность служб проверять необходимо. Они вместе с пожарными участвуют в ликвидации, если не самих чрезвычайных ситуаций, то как минимум последствий. Их помощь может пригодиться во многих обстоятельствах. Например, если надо перекрыть определенный участок водопровода или наоборот увеличить там давление. Или в случае пала травы, если ситуация не очень серьезная, могут справиться и спасатели. В показательном тушении это и было продемонстрировано. В принципе, даже грейдер, создавший на поле преграду для распространения огня, может предотвратить пожары в садовых товариществах, объясняет Иван Дьяченко. Как снег только сходит и уже начинается пожароопасный период. Мы же понимаем, что трава сухая выступает, и каждый норовит, условно в кавычках, помочь природе. Тем самым представляет только угрозу. В большем случае начинается это из-за пала травы. А так, потом продолжается это либо из-за высоких температур, засуха, либо еще какие-то моменты. Но тут не только мы говорим про угрозу от пала травы. Мы же понимаем, что это могут быть и лесные пожары, продолжение, и обыкновенные пожары. То есть, все вместе. Продолжается пожароопасный период обычно до поздней осени. Подобные смотры прошли уже в нескольких муниципальных образованиях региона, находящихся под защитой 3-го пожарно-спасательного отряда. Иван Дьяченко отмечает достойный уровень готовности служб. Нареканий пока не было. Недавно, кстати, часть номер 60 получила новый полноприводный КАМАЗ. Теперь город может спать еще более спокойно, говорит Иван Дьяченко. Новая машина вмещает свыше трех тонн воды, при этом расход ее заметно ниже, чем на старых моделях. Автомобиль может нести на борту огромное количество нужного пожарным оборудования. Он оснащен выдвижной осветительной колонной и другими необходимыми в работе техническими новинками. Дмитрий Глухов, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. С 1 по 3 марта в Обнинском дворце Спорта Алим проходило первенство Калужской области по плаванию. Первый этап – 11-й летний спартакиады по плаванию и областные соревнования «Веселый дельфин». Участие приняли юноши и девушки 2006-2011 годов рождения. Для ребят эти состязания были отборочными. Некоторые дети из тех, кто плывут сейчас на этих соревнованиях, на следующей неделе выступят в чемпионате и первенстве Центрального федерального округа. Часть из них поедут на всероссийские соревнования «Веселый дельфин» в апреле в Санкт-Петербурге. Кто-то поедет на младшее первенство юношей. Это в мае месяце в Саранске. Участники, их было около 350 человек, воспитанники спортивных школ региона из Калуги, Белоусова, Людинова, Кирова, Сухиничей, Малоярославца и, конечно, наши ребята из Олимпа. Все пловцы, допущенные к соревнованиям, имеют подготовку не ниже второго спортивного разряда. Завершились соревнования награждением победителей. Общее число медалей, полученных обнинскими спортсменами – 62. Из них – 31 золотая, 17 серебряные и 14 бронзовые. Дмитрий Глухов, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. Это все на сегодня. Следите за нашими новостями в группе Обнинск Онлайн, Фейсбук, Вконтакте и на страничке в Инстаграм, а также на нашем Ютуб-канале. Об интересных событиях в Наукограде и окрестностях расскажем в очередном эфире программы «Новости», которая выходит по будням в 19 часов. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова